Рабочие поездки главы региона по населенным пунктам округа продолжаются. Игорь Кошин навестил жителей Коткина и Нижней Пёши. Делегация гостей приняла участие в торжественном освещении часовней и открытии физкультурно-оздоровительного комплекса. Знакомиться с небольшой деревней делегация администрации округа начала с учреждений. Здесь всё, как и во многих других населенных пунктах. Школа, сад, спортивный комплекс, дом культуры. Из разговора с педагогами и учителями глава администрации узнал, чем живут люди и что их волнует. Живу я очень хорошо. Я приехала сама из Мариэл. Я третий год уже здесь работаю. Я учитель английского языка. Но живу я пока в гостинице. А так мне всё нравится здесь. Жители очень добродушные, приветливые. Дети, учителя приняли меня очень хорошо. Работа из жителей Коткина обеспечена. Жильё, хоть и не своё, имеется. Для полного счастья не хватает часовни. Такая мысль завитала в воздухе ещё в 2008 году. Строили молельный дом, что называется «Всем миром». Деньги на строительство собирали все жители. Частные предприниматели заказали сруб из коми. Ниньская нефтяная компания приобрела внутреннее убранство. Возводили часовню своими силами. Сами же обустроили внутренний интерьер. Я обязательно пришлю священник, который ваших деток покрестит. Те, кто ещё не отпет и совершит поминовение, поможет людям духовно. Слава Богу, времена созидания наступили до нашей северной земли. В этом году отремонтировали и мост, что ведёт на кладбище. Теперь провожать усопших последний путь можно и во время паводка. Очень ждали, послели. Сейчас будем ходить на музею. Часто будете ходить, да? На кладбище ходим. Часто ходим, не зайдём. Будем заходить, свечи ставить. Светы поставим, молитвы покидаем. Постепенно меняется качество жизни поселения. Этим летом полностью отремонтировали отопительную систему. Подключили последние 16 домов. Готовы два участка под четырёхквартирные дома. Их строительство планируют начать в следующем году. Сегодня во главу угла жители села ставят строительство фермы. Очень надеемся, что уже года через три мы также откроем свою новую ферму. Это новые рабочие места. Это совершенно современная технология, которая позволяет привлечь на ферму молодых. А появятся молодые, значит появятся новые семьи, продуватся жизнь в селе. В Нижней Пёше, куда затем отправилась делегация, маршрут начался с физкультурно-здоровительного комплекса. Официально открыть спортивное сооружение было решено к приезду гостей. ФОК для жителей Нижней Пёши стал по-настоящему долгожданным. Его сдали с большим отставанием в сроках. Однако всё закончилось благополучно. И после регистрации спорткомплекса его смогут посещать все желающие. В распоряжении жителей большой спортзал, теннисная и тренажёрная комната, вспомогательные помещения. Мне хочется пожелать, чтобы здесь всегда было шумно. Чтобы здесь всегда была возможность заниматься и у детей, и у взрослых. И мне очень бы хотелось, чтобы данный спортивный объект стал таким очередным центром жизни Нижней Пёши. На очереди к сдаче двухэтажная школа на 110 мест. Но подрядчик не укладывается в сроки, поэтому новоселье откладывается до следующего года. А вот строительство многоквартирного жилого дома идёт по графику. В скором времени 12 семей смогут улучшить свои жилищные условия.